Любые недомогания у грудного малыша вызывают у родителей тревогу и беспокойство. Однако некоторые симптомы бывают и у вполне здоровых младенцев, например, насморк. В таком случае его называют физиологическим. К физиологическому относят насморк, который естественен для детского организма в первые месяцы жизни. Он появляется вследствие приспособления недавно родившегося малыша к дыханию носом. Пока внутриутробно кислород поступал, крохи из материнской крови дыхательные пути не принимали участия в процессе дыхания, и сразу после рождения железы слизистой оболочки носа не функционируют, поскольку во время пребывания в материнской утробе потребности в увлажнении носовой полости не было. Когда ребенок начинает дышать, появляется необходимость очищать, согревать и увлажнять поступающие в легкие воздух. За это отвечают железы носоглотки, и так как их работа еще не отрегулирована, слизь в носу начинает производиться в избытке. Как только включается обратная связь, организм понимает, что столько слизи для увлажнения носовой полости не требуется, выделение слизи снижается и насморк проходит самостоятельно, при условии, что родители не вмешиваются в этот естественный процесс. Определить, что у малыша возник именно физиологический насморк, можно по следующим признакам. Общее самочувствие крохи не нарушено. Ребенок нормально сосет грудь или пьет смесь из бутылочки. Малыш спит спокойно, лихорадки и кашля нет. Выделения выглядят, как светлая прозрачная слизь. Она выходит в небольшом количестве, но основная часть слизи остается в носу. Ребенок дышит носом свободно, отек слизистой отсутствует. Во время кормления кроха начинает сопеть и хлюпать носиком. Средняя длительность физиологического насморка в грудном возрасте составляет 8-10 недель. Зачастую к трехмесячному возрасту все симптомы такой проблемы исчезают полностью. Если в помещении, где пребывает младенец, все условия облегчают выработку слизи, насморк может пройти за несколько дней. Оптимальными параметрами для комнаты новорожденного считается 50-60% влажности и температура не выше 22 градусов. При излишней сухом воздухе или избытке пыли в помещении длительность насморка затягивается. Если насморк у крохи действительно является физиологическим, врач порекомендует обеспечить в помещении, где находится малыш, достаточно влажный, чистый и прохладный воздух. Родителям нужно регулярно выполнять влажную уборку, чтобы уменьшить количество пыли в комнате и обеспечить чистоту вдыхаемого младенцем воздуха. Убрать из комнаты новорожденного ковры, книги, мягкие игрушки и комнатные растения, то есть все предметы, способные накапливать пыль. Регулярно проветривать комнату и контролировать в ней температуру воздуха, поддерживая ее на оптимальном для дыхания ребенка уровне. Укладывать младенца на дневной сон на свежем воздухе. Закапывать малышу носик растворами, в основе которых хлорид натрия или морская вода. К таким растворам относят физиологический раствор Аквалор Аквамарис. Важно отметить, что подобные средства нужно закапывать, а использовать спреи в раннем возрасте не следует. Прибрести увлажнитель, который поможет установить в помещении нужную влажность. При отсутствии увлажнителя развесить по комнате влажную ткань или расставить емкости, заполненные водой. Если малышу тяжело дышать из-за большого количества слизи, можно наполнить ванну горячей водой, а затем занести туда малыша на несколько минут, чтобы младенец вдыхал влажный пар. При физиологическом насморке у младенца не следует закапывать в носик сосудосуживающие препараты, отсасывать слизь из носа малютки аспиратором или маленькой клизмой. Подобное лечение будет подсушивать слизистую, давая ей сигнал для еще большей активности желез. Соответственно, слизи появится еще больше, а длительность насморка увеличится. Можно ли гулять? Поскольку самочувствие грудничка с физиологическим насморком не нарушено, нет никаких причин, заставляющих держать кроху дома и отказываться от ежедневных прогулок. Тем более, что на улице младенец будет дышать свежим чистым воздухом, что благотворно скажется на состоянии слизистой носа. Так что большинство педиатров поддерживает идею гулять с грудничком, если у него насморк. Просто нужно одеть малютку по погоде. Родителям следует обратиться к доктору, если физиологический насморк не закончился к концу третьего месяца жизни. У крохи повысилась температура тела, малыш отказывается от пищи и питья, у малютки возникла одышка, выделение не прозрачное, а приобрели желтый или зеленый оттенок. В слизи появилась примесь крови. Ребенок теряет вес, так как насморк мешает малютке сосать молоко. На крыльях носа или на поверхности слизистой оболочки появились болезненные язвочки.